Добрый вечер! В эфире телеканала Репортер 73. Программа «Разберемся». И уже, как, наверное, вы все заметили, по составу гостей говорить мы будем о ситуации на дорогах, о работе госавтоинспекции, о том, с какими результатами город и область приходят к итогам 2016 года, что нас ждет в будущем, обо всем самом интересном. Представляю гостей. Сегодня это Геннадий Иванович Полухин, начальник управления ГИБДД УМВД России Пулияновской области. Светлана Георгиевна Яшнова, начальник ЦАФАП управления ГИБДД. Ринат Наэльич Алимов, заместитель начальника отдела надзора ГИБДД. И Сергей Генрихович Крикушенко, заместитель начальника управления ГИБДД. Уважаемые гости, начну с самого главного, наверное, вопроса. Традиционно, Геннадий Иванович, к вам. Хотим мы этого или нет, всех интересует статистика, потому что именно по ней мы определяем, какое у нас положение дел. И что показывает 2016 год? Мы стали более дисциплинированы на дороге? И какие причины ДТП сегодня на первом месте? Ну да, официальная статистика говорит следующее, что в январе-ноябре 2016 года на территории области отмечается снижение всех основных показателей аварийности. Так, количество ДТП снизилось на 13%, количество погибших граждан на 21% и получивших ранения различной степени тяжести на 7%. То есть процент снижения числа дорожно-транспортных происшествий погибших и раненых в регионе выше средних показателей в Приволжском федеральном округе и в целом по Российской Федерации. Приятными мерами также удалось снизить показатели аварийности по проблемным направлениям, такие как мы уже неоднократно с вами отмечали. Снизилось количество ДТП по вине водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения на 16% и снизилось количество дорожно-транспортных происшествий из-за наездов на пешеходов на 26% и в том числе на пешеходных переходах на 40%. Ну и традиционно остаются основными причинами совершения ДТП, это такие как несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на встречную полосу движения и нарушение правил непосредственно самими пешеходами. Ну вот погодные условия сейчас особенно актуальны, наверное, по зимнему периоду, а тем временем вот такой вопрос возникает. Ренат Наилевич, весной-летом госавтоинспекция волевым решением неоднократно в городе Ульяновске, ну не один год даже подряд, перекрывала самые протяженные участки городских дорог, потому что их состояние не позволяло там без аварийно двигаться автомобилем. То есть это было опасно для водителей, для пешеходов, но для всех нас. А что зимой? К качеству уборки снега на улицах нет пока претензий? И если в принципе вы увидите, что дорога превратилась в такую шишклястую, ухабистую, невозможную для езды трассу, вы будете принимать такие же меры, какие принимали летом? Насколько это актуально для зимы? Действительно, в текущем году, в весенне-летний период госавтоинспекции принимали, используя такие меры воздействия, как ограничение движения транспортных средств на участках, пользуя которыми угрожало безопасное дорожное движение. Таких фактов было 11. Данные меры также практикуются в зимний период. Госавтоинспекция организована круглосуточным мониторинг дорожно-транспортной обстановки. Сотрудники дорожного надзора переведены на дежурство. В ночное время получаем информацию от ДПС путем опроса водителей, в том числе автобусов межрегиональных, а также тесно взаимосвязанных с диспетчерами в автовокзалах и с соседними регионами управления ГИБДД. Получаемую информацию используется для координации деятельности дорожно-коммунальных организаций на направлении специальной техники на опасные участки. Вообще мониторим, как работает спецтехника, достаточно ли ее работы. Данный вопрос рассматривался в начале зимнего периода на комиссии по безопасности дорожного движения с участием губернатора Ульяновской области. На сегодняшний день особо острых проблем, но таких обильных снегопадов не было, чтобы применять такую меру воздействия, как ограничить движение. Но мы готовы к этому. Как правило, такие меры принимаются, когда уже работа спецтехники не позволяет должного эффекта добиться. Это обледенение проезжей части. При минусовых температурах происходит дождь, метели, когда песко-соляная смесь не может в полном объеме обеспечить, ликвидировать зимнюю скользкость. Эти меры принимаются. На сегодняшний момент мониторинг уличной дорожной сети показал, что основными недостатками являются формирование снежных валов на пешеходных переходах, треугольники видимости, остановки общественного транспорта. Мало уделяется внимания уборке от снега. На этом надо водителям особое внимание. Конечно, в первую очередь необходимо. И несвоевременная снегочистка дорожная с эксплуатационными организациями приводит к образованию скользкости, которая потом в последующем с трудом убирается. Спасибо большое, Ренат Ильич. Мне очень понравилось, что вы сказали, что вы с водителем взаимодействуете по поводу того, как выясняете, где какие дороги. То есть не просто какими-то чиновничьими отчетами пользуетесь. При ухудшении дорожных условий, как правило, в течение каждой 2 часа инспектора ДПС с районов области докладывают дежурному путем опроса водителей, проезжающих, где какие проблемные участки. Хорошо, что такое взаимодействие налажено. Сергею Генриху хочу вопрос задать. Не со всеми водителям получается, конечно, так взаимодействовать. Масштабная компания по автотрезвости. Каковы ее результаты? Она была, она продолжается. Пожалуйста, про автотрезвость, наверное, мне проще рассказать, потому что я с нее начинала. Ну, хорошо. В 2015 году, летом, у нас на территории нашего региона стартовала международная компания автотрезвости. То есть она настроена на то, что в автошколах применяются дополнительные часы занятия, которые пропагандируют, показывают, как человек будет ощущать себя в состоянии алкогольного опьянения. То есть есть специальный прибор, фатальные очки, и когда совершенно трезвый человек одевает эти очки, он получает вот эти ощущения, он не может прямо пройти. То есть он теряет полностью контроль над собой. Поэтому, значит, мы в рамках этой программы получили 10 таких приборов. Они были распределены в автошколах, и автошколы начали проводить занятия. Специальный модуль, специальные часы посвящены вот именно тому, что употребление алкоголя недопустимо во время управления транспортным средством. И за вот это время, за полтора года, у нас уже почти 5000 слушателей прошли эти занятия и буквально на себе ощутили, как, каково это находиться. Кстати, кстати, каково, что они там говорят, как они оценивают это вообще? Это очень видно наглядно. То есть мы, одно из упражнений протягивается лента, ну, казалось бы, трезвый человек вполне в состоянии пройти прямо по этой ленте. Человек, который одевает очки, у него, допустим, настроено 0,5 промилле алкоголя, и всё, всё, уже вот хождение начинается вот таким. И мы пошли дальше. Мы не только в автошколах проводим эти занятия, мы проводим эти занятия с учащимися старших классов, более 700 человек. Со студентами, на наших занятиях и представители общественности, общественная палата Ульяновской области. То есть очень интересные занятия и самое главное, результаты этих занятий, то есть молодые люди понимают, что оказывается, всё не так просто. И вот пословица, что море по колено, она оказывается, да, море-то по колено, а вот прямо пройти не можем. — Санна Георгиевна, а вот Геннадий Иванович ещё говорил про то, что процент водителей, которые управляют автомобильным состоянием алкогольного опьянения, снижается среди задержанных. — С теми людьми, вот непосредственно, да, когда экипажи работают, социальных стерков начинают писать, там-то стоят гаишники, всех проверяют на автотрезвость. Вот с теми людьми, которых вы непосредственно останавливаете, там какое взаимодействие? — Значит, у нас волонтёры, участники акции «Автотрезвость», они принимают участие в наших массовых мероприятиях, в рейдовых мероприятиях, которых, значит, за время проведения кампании было более тысячи, более тысячи таких мероприятий. Волонтёры выходят, специально раздают наклеечки, специальные листовки, и общаются непосредственно сами волонтёры с водителями. И водители всегда поддерживают начинание и обещают, что они сами тоже будут пропагандировать здоровый образ поведения водителя. И как результат вот этих всех действий, которые направлены, во-первых, конечно, профилактические, это профилактика, и ежедневно, когда в ходе надзора за движением постоянно уделяется внимание именно выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, у нас почти 4 тысячи водителей задержано. И, что ещё немаловажно, мы даже в этой студии уже не один раз говорили о том, что повторное управление транспортным состоянием алкогольного опьянения в течение года грозит уже уголовной ответственности, а не административная. Но у нас 371 уголовное дело в отношении водителей, которые не понимают о том, насколько серьёзно может быть это нарушение. Меньше, чем раньше. Да, но результат проводимой работы, вот в том числе и акции международные, которые в нашем регионе уже второй год, это снижение количества дорожно-транспортных происшествий, которые совершены по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения на 16%. И что самое ещё главное, это то, что погибших в таких дорожно-транспортных происшествиях меньше на 43%. Это отличный результат. С 60% до 34%. Это хороший результат. То есть, представляете, сколько сохранённых жизней. Поэтому мы продолжаем эту акцию и надеемся, что в ближайшие полгода мы ещё больше постараемся вовлечь, особенно вот именно молодёжи, молодых водителей, чтобы они вообще представляли, что это всё непросто. Спасибо большое, Слава Георгиевна. Всё-таки, Сергей Генрихович, к вам вопрос такой. Новые светофоры появились в этом году в городе во множестве. Изменились ли схемы проезда этих участков дорог? Нет ли там сейчас затруднений движений? Потому что наверняка не все ещё водители привыкли перестроиться, переориентироваться. И на Доватора тоже пишут в социальных сетях постоянно стоит экипаж ДПС. Ну, в частности указывается, зачем он там стоит, вызывает непонимание у водителей, его там присутствие. Ну и вообще по схеме движений как? Ну, вообще светофор, как таковой, он, наверное, один из самых таких главных средств регулирования дорожного движения и самых безопасных. За этот год в Ульяновске установлено 8 новых светофорных объектов. Три из них это пешеходные светофоры с вызывным действием, это так называемой кнопкой, когда пешеход может её нажимать. И светофор включается в режим, значит, разрешающего для пешеходов движение. Ну, почему на Доватора стоит экипаж постоянно? Ну, установлен там новый был пешеходный светофор, вот с такой кнопкой. Люди по-прежнему, которые ходят и ходили каждый день по этому маршруту, на работу или домой, многие просто его не замечают, этот светофор. То есть там сотрудники ГИБДД для пешеходов, по большому счету? Ну, в общем-то, я вам хочу сказать, что не только пешеходы, и некоторые водители проезжают на красный, ещё не привыкли к этому светофору. Поэтому там, наверное, в течение, может быть, какого-то времени экипаж будет находиться постоянно, чтобы, во-первых, привлекать внимание, реагировать на какие-либо нарушения. Пока меры не принимаются, просто в качестве предупредительной меры остановить нарушителя, свистнуть свистком, предупредить его, чтобы он не попал под колёса, либо, наоборот, не задавил пешехода, переходящего на разрешающий сигнал светофора. То, что касается самих светофорных объектов, хочется сказать, что, возможно, при установке новых светофоров возникают какие-то сложности и трудности в движении. Но это всё сложности временные. Естественно, мы со своей стороны наблюдаем, водители привыкают, пешеходы привыкают. Мы вносим какие-то коррективы в работу светофоров, где-то увеличиваем. Зелёный сигнал с какого-то направления, где-то уменьшаем. Ну да, не сразу понятно, как это будет работать. Нужно потестировать. Ну, конечно, хотя перед установкой эти меры предпринимаются, но всё-таки уже непосредственно после ввода в строя этого объекта. Одно дело цифры почитать, другое дело в реальности посмотреть, я понимаю. Я хотел ещё и Геннадий Иванович вопрос задать. Геннадий Иванович, а кто принимает решение об остановке светофора, это понятно. А кто инициирует, как правило, какое-то изменение? Это ГИБДД, это жители просят? Или это администрация выходит к вам с таким предложением? Или всё вместе это происходит? Пожалуй, всё, что вы перечислили. Владельцы дорог несут обязанности? Федеральным законом предусмотрено 196-м, да. Что это всё-таки муниципалитет, если это в городе, так? Да. То есть получается... Либо владельцы уличной дорожной сети, либо, что касается непосредственно города Ульяновска, то, конечно, все организованные моменты по техническим средствам организации дорожного движения, связанные с безопасностью, в том числе на них и возложены такие функции. Спасибо большое. Владельцы тоже часто с инициативой выходят, они много пишут, обращаются, коллективные письма. То есть жители давят, условно говоря, на муниципалитет, муниципалитет принимает решение, а вы потом экипаж туда выставляете для того, чтобы проконтролировать, как процесс идёт. Понятно. Вот вопрос теперь не из лёгких. Беда с перевозком детей. Ульяновский, помните, 20-й лицей, когда ученики поехали в другой регион, и там только по счастливой случайности никто не погиб, и случай, который был в Хантамансийске, прогремевший на всю Россию. Всё это множество вопросов вызывает. И в Фейсбуке депутат Законодательного собрания размещает фотографии, где совершенно лысая резина, там якобы у школьного автобуса. Может быть, пора ещё раз подумать над ужесточением правил перевозки детей в общественном транспорте? Может быть, то, что сейчас, те нормы, которые есть, этого недостаточно? Ваше мнение, пожалуйста. Вот моё личное мнение. Законодатель уже данную инициативу, скажем, проявил. С 12 мая 2016 года внесены изменения в статью 12.23 Кодекса административного пронушения Российской Федерации. Добавлены пункты 4, 5, 6, где наряду с водителями теперь несут ответственность также должностные и юридические лица. Ну, скажем, допустим, за нарушение... Вообще, вот этот процесс, перевозочный групп детей автобусами регламентирован постановлением правительства от 17 декабря 2013 года, номер 177, правил перевозки. Там всё чётко написано, значит, как для организаторов перевозки, так и, значит, лицам, которые предоставляют услуги, показания транспортной услуги по перевозке, также затронуты и, как бы, обязанности, ну, обязанности госавтоинспекции. Вот. Если в комплексе каждое, значит, ответственное должностное лицо будет исполнять те требования, которые изложены в этом, значит, в этих правилах, я считаю, что будет налажена правильно обеспечена безопасность при перевозке групп детей автобусами, потому что там чётко всё расписано, что, в какие сроки должно осуществляться, на что внимание обращается, какой порядок, какие сроки, всё чётко расписано. Вот. Мы, со своей стороны, неоднократно данный вопрос инициируем и в средств массовой информации, и, значит, на комиссию по безопасности дорожных движений, и перед ответственными лицами Министерства образования Ульяновской области. Вот. Что касается ответственности за невыполнение данных требований, то они уже стычные, как я уже говорил ранее. То есть водители составляют штраф, вот, допустим, по пятой части за невыполнение данного постановления 3 тысячи рублей, на должностных лиц 25, на, значит, юридических лиц 100 тысяч рублей. Вот. Ну, как пример, можно по части пятой нарушение требований к перевозке, значит, перевозке детей в ночное время ещё больше штрафа на юридические лиц 200 тысяч рублей. Ну, я думаю, что вот этот, если реализовать этот весь механизм и использовать нормативный правоакт, который действующий в настоящее время, можно обеспечить безопасность детей при перевозке. Ну, и, наверное, ещё можно добавить, что вот как раз после трагедии в Хантамансийске, было заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, и председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение Игорю Шувалову, который озвучил о том, что до конца года кабинет министров должен обобщить все предложения, которые идут от законодательной власти, предложения от общественных организаций, всё это обобщить и уже принять какое-то ещё решение, если нужно будет что-то изменить, что-то добавить. То есть срок был поставлен до конца года собраться, провести заседание кабинета министров, где обобщить все вот эти вот моменты, и если что-то нужно изменить, значит, начать работать над этим. Спасибо. Сергей Генрихович, к вам ещё вопрос, пожалуйста, позвольте задать. Если отвлечься вот от таких глобальных тем, вернуться в город Ульяновск, и вернуться именно в уличную дорожную нашу сеть, то кроме светофоров там новых, которые появляются, да, и изменений в организации дорожного движения, есть ещё и проблемные какие-то участки дорог, которые существуют на протяжении многих лет. Условно говоря, какие-то сложные перекрёстки, да, какие-то именно вот участки дорог, где нужно быть особо внимательным. Вот сейчас что можете посоветовать водителям? На какие моменты нужно обращать особое внимание, в каких именно местах и почему? Такой короткий ликбез, потому что молодых водителей, которых сначала учат, как не надо ездить за рулём пьяными, всё больше и больше с каждым годом на наших дорогах появляется. Автошколы работают без передышки. А выезжают люди в город, оказывается, с городом-то незнакомы. Ездили по своему маршруту. Ну, пожалуйста, вот буквально несколько таких самых, сложных, самых пиковых моментов. Ну, для молодых водителей хотелось бы отметить такие моменты, как проезд пешеходных переходов. Это очень важный момент, потому что при нарушении правил проезда пешеходного перехода страдают люди, конечно, чаще всего. И получают увечья, и погибают. Значит, это, конечно же, при нескольких полос для движения в одном направлении, если справа или слева начинает останавливаться или притормаживать поток транспортное средство, да, то, приближаясь к пешеходному переходу, то, конечно же, водитель тоже должен, даже не видя перед собой пока препятствия или какого-либо переходящего пешехода, конечно же, надо обязательно снижать скорость, потому что, скорее всего, с какой-то стороны пешеход начал переходить. И очень часто наезды совершаются именно из-за того, что водитель, движущийся по соседней полосе, не видит из-за останавливающегося транспортного средства, не видит человека, переходящего проезжую часть. Вот, опять же, в связи с погодными условиями сейчас зимними, хочется обратить внимание на то, что для того, чтобы остановить транспортное средство, необходимо все-таки больше сейчас времени и расстояния, чем в летний период, скажем так. Поэтому, естественно, скоростной режим соблюдать соответствующий. Вот, и при подъезде к перекрестку, регулируемому светофором, начинает снижать скорость, когда на светофоре начинает мигать зеленый сигнал, предупреждающий, что сейчас произойдет смена на запрещающий сигнал, а не наоборот, как некоторые у нас делают, нажимать на газ, чтобы успеть проскочить, скажем так. — Ну да, это проблема, особенно у молодых водителей. — Здесь, наверное, не только нужно к водителям обратиться. Вот в зимний период у нас еще есть одна такая большая-большая проблема, как капюшон на голове пешехода. — Наушники в ушах? — Наушники, как говорится, круглогодичные, а вот капюшон, который... — И черный котик. — Который действительно, да, который действительно закрывает обзор. Поэтому, уважаемые пешеходы, к вам хочется обратиться. Понимаем, что холодно, все, но, подходя к дороге, пожалуйста, вы капюшон как-то придержите рукой, обязательно убедитесь в безопасности, и только потом переходите. И совершенно точно, Евгений, вы подметили, что темные куртки, ну да, любим мы по зиме ходить в темной одежде. Поэтому светоотражающие элементы в черное время суток, особенно для детей, это, конечно, очень важный атрибут зимнего гардероба. Не только за городом, но и тоже... — Очень важный атрибут безопасности. — Да, это залог вашей безопасности. — Геннадий Иванович, разрешением программы нельзя не напомнить, что скоро Новый год, значит, новогодние каникулы. Ну и, соответственно, водителям нужно быть максимально осторожными, это понятно. А вот родителям и детям помнить, особенно, кто пешим порядком продвигается по городу, помнить нужно о чем? — Ну мы уже, сейчас практически уже начали говорить за это. — Это, наверное, не единственное. — Не единственное, да. Мы должны понимать, что зима — это наиболее опасный период такой у нас временной, потому что это снегопад, это кололед, это снежные заносы. Так не должны забывать, что еще ограниченная видимость, плюс короткий световой день, уж продолжение тому, что сейчас уже в дискуссии было сказано Светланой Георгиевной. Безусловно, и родителям, и взрослым, чтобы следили за детьми. Дети много времени проводят на улице. Безусловно, это, будем говорить, игры, связанные с катанием на лыжах, конках, санках. Поэтому родителям мы настоятельно рекомендуем, и всем взрослым, которые будут рядышком где-то проходить, чтобы категорически запрещали детям, катающимся на лыжах, коньках и санках, находиться вблизи проезжей части. Также родителям напоминаем, что перевозить детей в санях, да, малышей через проезжую часть — это тоже очень-очень опасно. — То есть надо взять ребенка за руку или на руки? — Обязательно, обязательно. Ну и еще раз возвращаясь к тому, что было сказано, мы хотели бы обратиться, о чем говорил уже Сергей Генрихович, что водители более внимательными должны быть при проезде, отмечают, либо на обочинах находятся дети, группы детей в одиночном порядке, быть внимательными, заблаговременно выбирать такую скорость движения, которая сможет им дать возможность остановиться непосредственно. Дети, к сожалению, в силу своего возраста чувство опасности у них снижено. Мы должны это понимать. Ну и в самом завершении, конечно, хотелось бы сказать главное, что собственный пример — соблюдение правил дорожного движения. Это основная гарантия и безопасности взрослых, но и, безусловно, детской безопасности. Спасибо большое. Это была программа «Разберемся» на телеканале «Репертер 73». Мы говорили о дорожной ситуации в городе и области, о нововведениях и о всем том, что происходит на дорогах каждый день. Я благодарю наших гостей за участие, а вас, уважаемые зрители, за внимание. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова